Сегодня я хочу выбрать круиз по норвежским фердам, поэтому находим его в направлении Северная Европа. Месяц возьмем май и круизные линии оставляем все для того, чтобы расширить поезд. Наш букинг настроен таким образом, что в него подгружаются все предложения, которые есть на разных круизных линиях на этот период. Сегодня в букинге 11 круизных линий, более 200 лайнеров. Итак, MSC Grandiosa из Саутгемптона. Особенность этого порта в том, что туда нужна будет туристическая транзитная виза, потому что порт посадки и аэропорт, естественно, находятся в разных местах. Поэтому пролистываем дальше, смотрим. Фантазия – это отправление из Киля. Вот MSC Fantasia из Киля нам подходит в Германии. Даже с Украины вы можете добраться автобусом, фликсбасом, добраться трансфером. И по самой Германии достаточно удобно и недорого доехать до портового города, город Киль. Отправляясь из Германии, лайнер один день будет находиться в море, и дальше он посещает 4 ферда. Olden, Nordfjord, Malloy, Stavanger. Снова день в море и возвращается в Германию. То есть у вас на маршруте будет 2 страны – Германия и Норвегия, и 5 городов. Отправление из 28 мая по 4 июня. Стоимость каюты вы видите на двоих. Зависит от категории каюты внутренней с видом на океан или балкон. Если вы выбираете забронировать этот круиз, оставляем 2 взрослых и смотрим каюту Норвегия и Скиля на май. Если взрослые в возрасте старше 55 лет, вам нужно указать это, потому что они имеют скидку. И если у вас есть дети, то дети также оплачивают портовые сборы и налоги, а сам круиз им оплачивать не нужно. Конечно, я рекомендую каюту с балконом, но все будет зависеть от вашего бюджета и от количества отложенных денег на внутреннем туристическом счету. Если у вас на счету, например, вы были активным членом клуба 3 или 4 месяца, то вы можете забронировать уже внутреннюю каюту. Ваша скидка составит 25%, это 300-400 долларов. И вы можете выбрать каюту категории Фантастика и каюту категории Белла. В Фантастику входит доставка завтрака, бесплатная доставка завтрака в каюту, водичка в бутылочке и одна фотография. Разница в цене 102 доллара, поэтому я бы рекомендовала все-таки брать Фантастику. Early booking drinks – это акционное предложение. Drinks – это значит, что у вас будут включены все напитки, поэтому вы можете взять палубу ниже, она дешевле, либо палубу выше, она дороже и включаете сюда все напитки. Напитки имеются в виду вода в бутылках, минеральная и газированная. Это имеется в виду, например, кофе, капучино, свежевыжатые соки, спрайт, кола, вот эти напитки также сюда включены. И также входит в стоимость каюты алкоголь. Величение алкоголя – это разливное пиво, вино, крепкий алкоголь, коктейли и так далее. Вы выбираете палубу, палубу выше обычно дороже, поэтому если здесь вам предлагают палубу выше, либо ниже, конечно же берите выше, будет красивый обзор, ну тем более Ферда есть, что посмотреть. И вы можете, вот он план палубы, вы можете приблизить его и рассмотреть, где находится ваша каюта, где бы вы хотели быть, ближе к центру, либо ближе к бассейнам, к пляжам, к носу или к корме, либо ближе к лифту. И тогда вы выбираете уже категорию каюты, которая вам понравилась на плане. Нажимаете «Продолжить» и вы можете добавить пассажиров в свое бронирование, например, которые являются также участниками клуба, членами клуба, пользователями сайта. Тогда вы вводите сюда их членский номер. Если это просто ваши друзья или члены семьи, или знакомые, вы вручную добавляете их в ручном режиме, самостоятельно вносите. Это та работа, которую в агентстве делают турагенты. И вот за это они получают свои деньги, потому что эту работу делают они. Здесь вы можете проделать ее сами таким образом, сэкономив на комиссии. Эта комиссия остается у вас. И вы получаете вот такую цену. 1 408 долларов на двоих, 1 715 с видом на океан, 2022 балкон и Сьюитт 2 941 доллар. Это самая дорогая категория каюты. Собственным дворецким, няней. И если еще есть такие каюты, возможно, даже джакузи на балконе, они разбираются в первую очередь. Поэтому все подробности и доступ к сайту, ссылка на сайт в описании под этим видео. Добро пожаловать в Норвегию. До встречи в странах Скандинавии. Пока.